Хорошо, что Надежду Савченко освободили. Плохо, что не удается освободить остальных. Хорошо, что Надежда Савченко прилетела в Украину. Хорошо, что к Надежде Савченко было приковано внимание, и десятки народных депутатов приезжали к ней на заседание. Плохо, что ни одного народного депутата не было на заседании у Клыха и Карпюка. Ни одного. Так же, как никто не освещал это здесь, так же никто не видел, что происходило. Я не могу поехать, например, а еще некоторые люди не могут, потому что на нас прямой арест. Но остальные, которые ездили к Надежде, могли бы поехать и к Карпюку и Клыху. Они такие же украинцы. Да, они не депутаты. Да, они не члены ПАСЭ. Но Карпюка выкрали с территории Украины в апреле 2014 года. Третий день рождения Микола отмечает уже в застенках России. И в то, что его вернут, я верю. Так же, как и верит Илья Новиков, которым сегодня я разговаривал. Он сказал, что у Карпюка потрясающее психологическое состояние. Он говорит, я никогда не видел людей, находящихся в таком положении, которые бы так себя держались. Не забывайте, что Карпюка пытали. Да, пытали электричеством, бессонницей. Пытали. Он об этом писал. ФСБ это не скрывает. Это называется допрос пристрастием. Плохо, что Украина об этом не трубит везде и всюду. Плохо в том, что у нас так мало первых номеров народных депутатов, которые находятся сейчас в России. Я говорил о том, что эти люди сейчас остались один на один с системой. И я могу гарантировать, что да, их адвокаты будут работать. Да, мы будем поднимать этот вопрос в Европе. Но скажите мне, пожалуйста, можем ли мы надеяться на то, что каждого заложника будет встречать президентский борт? Можем ли мы рассчитывать на то, что каждое завершающее слово в суде будет присутствовать украинские телеканалы, которых я не видел в этот раз? Можем ли мы рассчитывать, что к следующим судебным заседаниям, которые будут для поддержки наших заложников, приедут украинские депутаты и официальные лица? Потому что когда-то Оруэлл написал в романе «Скоттный двор» «Все животные равны, но некоторые ровнее». Так вот это неправильно. Все украинцы равны. Все. Когда-то в Израиле пять лет длился возврат сержанта Гелада Шалита из плена у палестинских террористов. Пять лет. Более тысячи человек, тысячи террористов было в обмене за одного Гелада Шалита. Когда израильтян спросили, почему, они сказали, жизнь каждого гражданина Израиля бесценна. И это постулат для Украины.